Творческий подход в деле внедрения государственного языка выбрали в компании «Казахтелеком». Раз в год крупнейший оператор связи проводит среди специалистов некоренной национальности, работающих в центрах поддержки потребителей, конкурс на знания казахского. На других посмотреть и себя показать. Раз в год сотрудники филиалов компании «Казахтелеком» съезжаются в Алматы, чтобы побороться за звание лучшего знатока государственного языка. Если первый год в 2003 году мы проводили среди переводчиков казахского языка, то на сегодняшний день мы уже четвертый конкурс, четвертый год проводим среди работников некоренной национальности, но по различным категориям должностей. Состязание не из легких. Демонстрировать приходится не только теоретические, но и практические навыки работы по основным и новым видам телекоммуникационных услуг. Участникам конкурса предстояло выполнить несколько заданий. Ответить на тестовые вопросы, продемонстрировать лексический запас слов на казахском языке, а также проявить свои творческие способности. Члены жюри особо отметили стремление участников правильно и эмоционально выражать свои мысли на неродном языке и читать стихи выдающихся казахских поэтов. По словам организаторов, все участники выступили хорошо и показали отличные знания не только казахского языка, но и своей работы. Так как он является государственным языком, я думаю, это очень важно, знать казахский язык. Со школы, я думаю, чтобы углубленно изучали казахский язык. По работе, везде. Если скоро введут вообще все дела производства на казахском языке, я думаю, чтобы всем легко было. Победу в конкурсе завоевала специалист Центра поддержки потребителей ГЦТ Алматы Телеком Елена Деменцова. Второе место поделили между собой специалист из Восточного Казахстана Александр Таранов и Марина Драгон из Астаны. На третьем месте Руфина Досыкенова и Юлия Вольтер. Им вручили грамоты и памятные подарки. Анна Дальченко, Даниар Жасупов и Алмаз Бестимбеков, информбюро 31 канал.